Его называли лучшим диверсантом и дедом спецназа. Первый раз Илья Старинов проявил себя в империи Франка в 1937 году. Он получил задание подорвать ГЭС в районе Гранады. Отличную работу провела его группа и в следующем задании подорвал МОС в Аликанте. Осенью 1941 его с группой бросили под Харьков. Заданием было любой ценой остановить быстрое продвижение фашистов на Донбасс. В результате операции был уничтожен железнодорожный узел. Благодаря деятельности подпольной сети под руководством Старинова в период 1942-1943 годов на Украине было уничтожено больше 3000 ЖД состава врага. В ноябре 1943 им был ликвидирован генерал Браун. В составе группы разведчиков в 1943 он двигался через Керченский пролив для подрыва коммуникаций в Крыму, где ему удалось взять плен майора Вандервельда, у которого были документы о том, что немцы практически завершили разработку атомной бомбы. Еще было очень много различных операций в его карьере. Он написал, что больше 100 научных трудов воспитал несколько поколений советских диверсантов.